Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич, смотрите сейчас. Обман на доверии. В Беларуси участили случаи телефонного мошенничества. Чтобы помочь пострадавшему водителю, нужны 40 тысяч долларов США. Какой почерк у аферистов? Местный Дримленд, парк культуры и отдыха официально открыл сезон. Я каталась с закрытыми глазами. Классический сюрприз или модный калипсо. А также честное интервью, досрочная пенсия и майский прогноз. Удивит погода. Без купюр президент дал интервью одному из крупнейших мировых информагентств. Беседа с Александром Лукашенко содержит как факты, так и позицию страны и ее лидера по самым актуальным темам внутренней жизни общества, а также международных событий. Среди затронутых вопросов – ситуация в Украине, учения вооруженных сил Беларуси и союзнические отношения с Россией. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. В качестве интервьюера выступил вице-президент Associated Press Иоанн Филлипс. В портфолио у журналистов встречи с лидерами Сирии, Египта и других стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В целом охват американского агентства, 7 тысяч газет и 248 бюро новостей в 99 государствах. Не по-человечески. В Беларуси активизировались телефонные мошенники. Один из самых распространенных видов – лжезвонки и сообщения о ДТП. Подобный инцидент произошел в столице. Там на уловку попались бабушка с внуком. Неизвестный рассказал стандартную историю об аварии с участием ее дочери. Чтобы помочь пострадавшему водителю, нужны 40 тысяч долларов США. Сумму можно передавать частями. Узнав подробности разговора, 16-летний подросток также поверял мошенникам и помог бабушке упаковать деньги на первый взнос. Когда женщина ушла на встречу с курьером, парень сообразил перезвонить маме и узнал, что с ней все в порядке. Однако деньги уже попали в руки мошенников. Возбуждено уголовное дело. Сделано в Бобруйске. ТАИМ продолжает наращивать производство и увеличивать прибыль. Плюс расширяется география поставок. Доля импортокомплектующих и сырья весьма незначительная. Поэтому санкции для предприятия не помеха. О новых возможностях Максим Кембель. Дмитрий Букас на ТАИМ пришел 5 лет назад. Трудится наладчиком станков, признается. За это время предприятие кардинально изменилось в лучшую сторону. В обязанности мужчины входит обработка деталей. Затем они поставляются на петербургский тракторный завод. Улучшилась продукция, качество, выход деталей. Повысилась заработная плата, улучшились условия труда. Делаем больше деталей, стараемся. Это подтверждают высокие показатели. Рентабельность продаж приблизилась к отметке в 6%. На 121 увеличился экспорт продукции. Средняя зарплата за апрель – 1226 рублей. В условиях санкции сложности были, но мы от этого не сильно зависим, так как у нас очень маленькая доля импортных комплектующих. Главные рынки сбыта – Беларусь и Россия. Среди покупателей – БелАЗ, МТЗ, Бобруйск-Агромаш, Гумсельмаш, Амкадор, МАЗ и Росельмаш. Высокое качество продукции напрямую зависит от оборудования, на котором оно производится. Поэтому модернизация здесь – процесс непрерывный. Обрабатывающий центр ОКК японского производства выполняет широкий спектр работ – от фрезеровки до шлифования. Сотруднику остается лишь контролировать и задавать нужные программы. «Таим» – крупнейший производитель тормозных аппаратов и механизмов для автомобилей на всем постсоветском пространстве. Поэтому список партнеров постоянно пополняется новыми именами. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с Камским автомобильным заводом. Максим Кембель, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Итоговое испытание, майские грозы и очередной уикенд. Беларусов ждут еще одни длинные выходные. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белпочта досрочно выплатит пенсии за 9 мая. Получить деньги в Могилевской области можно уже с 6 числа. В День Победы будут функционировать только дежурные отделения. В Беларуси подорожало автомобильное топливо. К прежней цене добавились 2 копейки. Литр 92-го стоит 2,20. 95-го и дизеля – 2,30. 98-й обойдется в 2 рубля 52 копейки. Это уже десятое повышение в этом году. Выпускные экзамены у белорусских школьников пройдут с 1 по 9 июня. Традиционно тексты и задания будут объявлять по телевидению и радио, а также публиковать на сайте Минобразования. Начало испытаний в 9.00. Беларусов ждут еще одни длинные выходные. Майский уикенд придется на 7, 8 и 9 мая. Организации в зависимости от специфики могут переносить рабочие дни в другом порядке. Ночью в стране ожидаются заморозки. Днем температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер прогнозируется с порывами до 14 метров в секунду. В центре внимания в Беларуси отмечают День печати. Коллектив нашего медиахолдинга поздравили депутаты и руководство города. В знак благодарности за добросовестный труд лучшим цветы и дипломы. Больше 100 лет назад в ноябре 1918 вышел в печать первый номер газеты «Известия». Именно он положил начало изданию «Бавруйская житцом». За каждой строкой вековая история Малой Родины. Впереди священие Дня Победы. Естественно, это будет новостной спецвыпуск на телевидении. Это полностью сопровождение радийного. То есть любой слушатель радио может в прямом эфире узнать, где и какое мероприятие проходит. То есть он может просто сориентировать свою программу, слушая радио «Зефир ФМ». И, естественно, это тематические выпуски газеты. И все, что будет происходить на 9 мая в городе, вы можете увидеть на нашем сайте «Боберлайф», в наших соцсетях, в наших мессенджерах. То есть практически в прямом эфире и каждое мероприятие будет отражаться и текстом, и фотографиями. Самые масштабные пункты в праздничной программе – акция «Беларусь помнит» и «Автопробег. Спасибо деду за победу». В 12.30 начнется конкурс на лучшее оформление машин. Сбор участников с часу до двух на задней парковке «Бавруйск-Арены». Отправление в 14.00. Курс «Курган Славы» в Сычково. Там патриоты возложат цветы и запустят в небо воздушные шары. В 15.30 обратный маршрут до памятника Георгия Победоносца. Крылатые качели. Парк культуры и отдыха официально открыл сезон. В списке развлечений – дискотека, тир, еда, напитки, прокат электросамокатов и, конечно, аттракционы. Цена билета от 2,5 до 4 рублей. За сладкой ватой отправилась Карина Гуревич. Солнечная погода за окном на градуснике плюс, а значит, наступило время для активных выходных. Парк культуры и отдыха – самое подходящее для этого места. Сезон, как всегда, открывается громко. Работают аттракционы с 12 до 20 часов. Цены вполне демократичные. Детские билеты от 2,5 рублей. За автодром – 3. Веселые горки, орбиты и сюрприз обойдутся на 50 копеек больше. Самые дорогие – летающая тарелка, калипсо и сальто – 4 рубля с человека. Я каталась с закрытыми глазами. Очень даже не страшно было. Очень большой прилив адреналина. Я не знаю, как это описать. Понравилось? Да, понравилось. Но кататься больше не буду. Есть у тебя прям самая-самая любимая горка? Орбита. А почему она любимая? Она крутится и поднимается вверх. В этом году для удобства ввели новую систему. Теперь купить билет можно онлайн по QR-коду. Качели – не единственное развлечение. Детские площадки, сладкая вата и напитки, прокат самокатов и велосипедов. А для тех, кто устал от суеты – лесопарковая зона и озеро с местными обитателями. От всех жителей города Бобруйска и гостей требуется только хорошее настроение, чтобы провести хорошо время у нас. Приглашаем всех. Специальное представление от конного клуба «Есаул» порадует всех любителей благородных животных. В программе трюки от опытных наездников и начинающих всадников. Каждый желающий может примерить и на себя новое амплуа. Для детей есть вот такой живой уголок. Здесь можно сфотографироваться с лесой, погладить козу, угостить енота и прокатиться на ослике. Развлечение обойдется в 5 рублей. На протяжении всего сезона парк будет радовать бобруйчан разнообразной программой – цирковые представления, дискотеки, концерты и тематические дни. Чтобы быть в курсе событий местного Дримленда, достаточно подписаться на его аккаунт в Инстаграме. Карина Гуревич, Максим Галеонка, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok